Кавказ Я бы хотела сейчас поздравить нашего юбиляра, книги которого действительно читают везде. Ну, во-первых, начнем с того, что, конечно, ваша книга, которая вышла в 1995 году, она произвела, это уже сегодня третий раз произносится, взорвала историческую науку. На самом деле, ярко выяв ее подчиненность и зависимость от господствующих политико-религиозных тенденций. Но эта книга, кроме того, взорвала и всю культурно-интеллектальную сферу нашего общества. И она показала еще раз, что не все так спокойно в Датском королевстве. Но с отделением тюркских республик, спора о прошлом тюрков, о современном положении народа, относительно своей принадлежности к тюркскому поэтносу, о своем будущем, с кем, с чем нас связывают, это все вызывало нешуточные, порой яростные споры, переходящие в политическую полемику. Ну и эта полемика фактически продолжается до сих пор, потому что даже это была одна книга, она была бы, так сказать, читаема до сих пор. Но автор продолжал свой титанический труд и в течение восьми лет, по-моему, он издал 12 произведений. Наверное, осветив наиболее такие больные или, как бы сказать, наиболее загадочные места в своей теории. И мир тюрков, поистине, это действительно уже как бы перебившийся такой термин, он, конечно, велик. И если удержаться в более узком таком историческом, географическом контексте, то я могу привести курьезный пример. Курьезный пример Цовского исторического марша. Вот с берегов Енисея они прошли через честь азиатский континент, прошли по Европе и остановились от Средиземного моря, потому что, как говорится, дальше шла вода, дальше было идти некуда. Они остановились в райском благодатном месте, называемом нынче Турцией. И вот моя дочь, она работала в одном турецком концерне, такие, ну, высокие служебные партнеры. Их имена были такие. Одного звали Атилла, второго звали Тимучин, а третьего звали Бату. Вот представляете, вот что, как турки помнят, ценят и как они трепетно относятся к своему прошлому, к своей связи. Уважаемый Моад Искандерович, он привлек колоссальный совершенно фактографический массив и поверк шок вообще всех традиционалистов, которым казалась абсолютно незыблемая картина мира. Вот, и эффект усилился от того, что в своих исследованиях автор использовал только открытые, лежащие буквально на поверхности первоисточники, в которых родились сотни, или тысячи лет. Они хранились на востоке, на западе. Их никто не читал, никто не вдумывался в них. И не успел переписать их как бы в угоду каких-то политических коллизий. Вот. И вот таким образом получается, что автор уважаемый, он предусмотрительно обезопасил себя от любых обвинений, выскажения каких-то фактов, превратя источники европейские, российские, арабские, китайские, исторические хроники и так далее. Использовал более тысячи, более полутора тысячи источников. Вот. И еще я хочу сказать, может быть, это конспирологическая шутка, а может быть и правда. Но говорят, что как минимум 50% вот секретных сведений на самом деле содержатся в открытой прессе, в научных исследователях и в других носителях информации и в новой, и сейчас на самом-то деле. То есть есть желание увидеть истину, но на самом-то деле главное желание – это все-таки услышать истину. Вот. Ну, юбилей, конечно, не место для дискуссий, но хотелось бы сказать, что, конечно, это невозможно причастать всех под одну гребенку. Громадные, громадные два континента, что надо, как бы сказать. И мы, конечно, разные по вере по своей. Мы разные по своим производственным силам государства, в котором мы проживаем. В некоторых случаях незмеримо далеки даже по социальной формации, собственно, на самом деле. И вот и задача тюркской интеллигенции, то есть я считаю, что все интеллигенции думающих людей всего тюркского мира, в том, чтобы в разных концах его, вот в рамках нынешних неодолимых вызовов современной истории, сохранить дух гордости и принадлежности к нашим этносам. И в заключение я хочу выразить вам, Мурат Искандерович, вот свое глубочайшее признание за ваш титанический труд, потому что я сама занимаюсь наукой, в общем, я представляю, что это такое. И я хочу сказать, что вот истовая любовь к тюркам, мечта объединить их духовность, вот вызывает, конечно, уважение и желание приобщиться к этому тоже. Спасибо большое. Уважаемый Мурат Искандерович, уважаемые гости. Если сегодня, я думаю, вечер идет к завершению, в обобщенном плане мы можем выделить такие ключевые слова, как «20 лет», «Кингисхан», «Кингеринянство» и многие другие. Я сегодня, читая лекции перед студентами, хочу особо сказать, что именно в том числе и ваши работы дают возможность мне более открыто говорить о тюркской культуре молодежи. И мне кажется, сегодня, когда выступала молодая делегация из Якутии, то я хочу сказать, я сама только прилетела из Якутии, кингеринянство сегодня, концепты, методология в руках молодых, готовятся большие диссертации. И я считаю, что в этом есть тоже своего рода межпоколенческая связь. И я еще хотела бы заострить ваше внимание, как политолог. Вы знаете, а на это я имею, наверное, моральное право, я все-таки 10 лет была руководителем аппарата Комитета Госдумы по делам национальности. Вы знаете, то, что сегодня президент стороны возглавляет комиссию по межридническим отношениям, то, что у нас сегодня утверждено указом президента стратегии государства национальной политики до 2025 года, это говорит о том, я обращаюсь к молодым, вот то, что сегодня старшее поколение в трудностях, в поисках, в каких-то терзаниях научных, вывело вот именно многие проблемы, в том числе и тюркской цивилизации, я думаю, сегодня, вот если, а там в этой концепции говорится и проблемы переводческой школы, и родного материнского языка, и многие-многие вопросы, вот если действительно точно так же, вопреки всему и вся, вы будете реализовывать эту стратегию, а поверьте мне, не так-то просто, за 20 лет такой документ вышел, я думаю, это будет большое будущее. Ну и по тюркской традиции у каждого народа есть свой национальный костюм и свой головной убор. Ну так, я очень рада, что вот такой головной убор, он в какой-то степени отражает тюркскую культуру, потому что у казахов есть несколько иной головной убор. АПЛОДИСМЕНТЫ Делаем вам пока, приглашаем вас из-за вас от всей души, от казахской общественности Москвы и от казахского науку. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Молодец! Мород Искандер Ильич, вам большое спасибо за ваши книги. Они открыли многим глаза, чтобы изучать свою подлинную историю. Весь советский народ изучал только напутанные истории. Вот сейчас ваши книги как раз заставляют молодых, чтобы они изучали подлинную свою историю. Даже все народы не знали свою историю. Даже русские даже свою подлинную историю до сих пор не знают. Я хочу, Мурат Ильич, спеть песню Абая. Вот эта песня о любви, о любви не только к женщинам, но и знаменитым людям. Көзімнің қарасын. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Субтитры подогнали Симон. Спасибо. 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 С Мурададжи мы давно друзья знакомы, я горжусь. Почти около 15 лет. Спасибо. Вот. Ну как сказать, есть разные определения истории среди ученых. Ну по моему, история это память человечества и ход осознания человека самого себя. А этот ход этой истории, эта память нам передает естественная история. В том числе, в том числе, даже больше, нашей родной Мурададжи. Я когда его не знал и слышал о нем, не читал меня с ним познакомиться. И случилось это. И случилось это. Я когда работал в российской газете, в журнале я ушел тогда. И я счастлив, что тогда, какие трудные дни были творчества Мурададжи, я как смог, я помог. Я опубликовал, невзирая всякие критики на моем, там это, я опубликовал несколько интервью с Мурададжи тогда. АПЛОДИСМЕНТЫ И даже, я правда мне это не сказал, из-за этого я пострадал. Меня уволили из редакции даже. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, наконец, вот статья здесь. От Алтая до Дишки Крепчак. Вот как раз с ним бесил у нас вот этот журнал. А потом они меня не опубликовали. Я поругался и ушел. Вот. И меня уволили. Вот. А потом я эти статьи вот там поколол в всероссийском журнале, медиа-форуме. Мурададжи я дал. У вас есть Мурададжи. АПЛОДИСМЕНТЫ И потом я работал в «Азерросы» газете, это всероссийские газеты. Там, там по праздникам, это поздравление у меня. Включились там всегда Мурададжи. Первые вообще его поздравления. И мне очень приятно, что Мурададжи воспевает свои книги «Азербайджанский углам». У меня нет хорошего голоса музыкального. Я пел бы. Ну, умею. Ну, я думаю, самодеятельности это нет. АПЛОДИСМЕНТЫ Во всех книгах Мурададжи воспевает «Азербайджанский углам». У меня особое отношение к азербайджанскому народу, я понимаю. Он много делал для Азербайджана, которые азербайджанские ученые не смогли делать. Это в последнее время его книги. Я это очень признаю и хочу поместить этому всему народу. Вот. И, как сказать, еще мразбольное творчество чем сегодня? Он объединяет. В отличие от многих политиков, как я писал в своей книге, когда интервью сделал, я работал в историческом музее, а там есть экспонаты. Половец. Многие все видели там. Половец и поля. Как называется это? Уголовка. И там тюркские лица, а азербайджанские имена там. Я сказал, что в отличие от многих политиков, мы очень хорошо понимаем друг друга. Я часто с вами разговариваю. Здесь озвучали многие там, вот, объединения, разные речи. Да, действительно, это единая страна, единое пространство и так. В России в единой стране единого народа. Это действительно так. Это предшественники здесь сказали, как я. Один из основоположных евразийства, князь Трубецкой. Князь. Вот как раз в этой беседе я привел его слова там. Мы, русские, должны, мы, русские, как гордимся своим славянским корням, и также должны гордиться тюрским корням. Это слова княза Трубецкого. Грамм Рана Аджей, значит, объединяет, он не только России, объединяет всю евразийскому народу. Вот, он как советилищик собирает вокруг себя, очень приятно познать. Вот. Последняя его книга «Кавказский албамик». Разорвенный междунациональным расширом народы, которые все обычаи одинаковые, музыка одинаковая, там все. Вот. Мрададжи хочет собирать их. Мрададжи хочет, откуда именно Аршака пройдешь в армянском имене? Откуда там Саки, которые они говорят Арцас? Откуда слово Арцас? Мрададжи все это изучают, исследуют, нам преподнесут, что люди, вы все одинаковые, вы дети Божьи, люди. Вот. Мрадададжи. Я хочу вам сказать, пусть вас хранит Ортечина. Это всеобщий, это все туркский народ. Озбурц. И вам еще скажут, да, здравствует Арканакон. И всегда он, Арканакон, будет вас любить, уважать. И я уверен, что мы, может меня тогда не будет, в этом зале будет проведена ваша творческая деятельность в столетии. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И я навсегда запомнил название этой книги «Полынь Половецкого поля». Что-то далекое и очень близкое, что-то родное было в этом названии. И я надеюсь, что предоставится возможность мне прочесть эту книгу. Уважаемый Мурат Искандерович, для вас, для наших всех гостей, я хочу исполнить произведение татарского композитора Рустама Яхина «Киэ Козла. Дикие гуси». Дикие гуси улетают в далекие края, а мы, старые друзья, встретились вместе, чтобы вспомнить прекрасные дни нашей юности. Вернутся весной гуси, но дни нашей юности не вернутся к нам никогда. Улетят вновь осенью гуси в дальние края, но память о прекрасных днях, проведенных вместе, останется с нами навсегда. Прошу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Когда мир гюн в гостях, сэнэ дэ каос. Когда мир гюн в гостях, сэнэ дэ каос. Когда мир гюн в гостях, сэнэ дэ каос. В гостях, сэнэ дэ каос. В гостях, сэнэ дэ каос. Я хотел сказать, что он давно знакомый. У нас был общий друг Хаджи Мурат и Брагенделий. Он покойный, к сожалению, замечательный человек. Много сегодня сказали хороших слов про тебя, про Мурат Аджи. Я хочу сказать «Половецкого поля». У меня все ваши книги есть. Я их все прочитал. Но хочу сказать, из всех этих книг мне понравились очень «Полынь Половецкого поля». И остальные, конечно, я книги читаю с карандашом в руках. Читаю, на полях записываю. Очень мне понравилась вот эта ваша концепция, вот эта ваша «Полынь Половецкое поле». И вообще остальные книги тоже. Ну, хочу сказать, в этом же свете, вы знаете, вот мы пишем «Аттилла», мы пишем «Гуны», мы пишем «Скифы». Мы говорим, они говорили на тюркском языке. Наши тюрские государства, я Азербайджан, я Казахстан, конечно, наградят вас, как настоящего тюрка, этого самого достойного, что вы после Алжаса Сулейменова, который написали о тюрках, правдивая история. Угарима. В заключение выступает наш мультиинструменталист, но не только мультиинструменталист известный, но еще и композитор, который много сочиняет на наши тюрки темы. Вот одну из тем, долгашек Мухаммедов-Хаседов, вам сейчас и показывают. Я сыграю небольшую композицию, посвящу ее замечательному человеку. Это будет небольшая импровизация на тюркские темы. Мухаммедов-Хаседов, вам сейчас и показывают. Мухаммедов-Хаседов, вам сейчас и показывают. Мухаммедов-Хаседов, вам сейчас и показывают. Звучит музыка. 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 Звучит музыка.